Мама девочки, пострадавшей от нападения собаки, пытается отсудить у владельца компенсацию. Резкой критике подверглось социально-экономическое развитие областного центра. Вот это нормально, что торговля у них падает, обороты, грузобород там? Это ненормально. Я вас спрашиваю, это не это. Промышленность упала, торговля упала. Новые студенты, новые традиции. В театре имени Станиславского молодые люди собрались, чтобы отметить общий праздник. Посвящение в студенты. Пострадавшая от нападения кавказской овчарки первоклассница проходит томографию. Мама девочки пытается отсудить у владельца собаки денежную компенсацию за вред, причиненный здоровью и моральный ущерб. С ее слов, дочка нуждается в медицинской помощи и консультации психолога. Однако хозяин собаки платить деньги отказывается. Он считает, что сумма слишком завышена. Семилетняя Камила со страхом в глазах смотрит на томограф. Малышка плачет перед серьезным обследованием. Нападение собаки, произошедшее около месяца назад, до сих пор дает о себе знать. Хоть укусы и зажили, девочка, за слов мамы, не может оправиться от шока. Ее мучают ночные кошмары и появилась пассивность. Роза переживает за состояние дочери. Ведь когда овчарка навалилась на нее, школьница ударилась головой о землю. Мне нужно, чтобы он оплачил лечение и моральный ущерб. Я как бы не то, чтобы из-за денег как-то. Это мне не нужно. Просто вот у меня уже ради принципа идет. Потому что человек хамский относится. Ему как бы все равно. У него как будто он какой-то бессердечный. Владелец собаки дать интервью не отказался. Однако у него оказался слишком плотный рабочий график. По телефону он сообщил, что пёс впервые повел себя так агрессивно. И виной этому, возможно, стала сама девочка. Мол, она могла раздразнить собаку. От оказания помощи мужчина также не отрекается. Но сумма в почти 300 тысяч кажется ему завышенной. Действия мамы он расценивает как попытку нажиться на ситуации. Также мужчина пояснил, что уже заплатил административный штраф за поведение собаки. Вызывал ветеринара и полицию, чтобы её усыпили. Но они посчитали, что пёс не опасен. Тем временем, статистика показывает, что в Карагандинском регионе такие случаи нападения животных изрядно участились. В июле текущего года также зарегистрирован случай бешенства с летальным исходом. Это житель города Садпаев. За 9 месяцев 2015 года зарегистрирован 5 лабораторно подтвержденных случаев заболевания бешенством среди домашних животных в 4 сельских округах Актагайского и Сакаровского района. Увеличилось количество укушенных лиц бродячими животными. За медицинскую помощь обратились 3 317 человек. Мать Камилы настроена решительно. Женщина считает, что владелец пса должен заплатить за страдания её дочери. Месяц лечения обошёлся в 93 тысячи тенге. Томография и помощь психолога – тоже недешёвые услуги. А имам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, 1-й карагандинский. В Караганде легковой автомобиль въехал в здание аптеки, вход в которую расположен на высоте нескольких ступенек. Автомобиль влетел в аптеку на большой скорости. Как выяснилось позже, это случилось по неосторожности самого водителя. Подробности аварии вы узнаете в следующем сюжете. Столь необычная авария случилась в ночь с 12 на 13 ноября. Около часу ночи жители дома, который находится по адресу Бульвар Мира, 21-2, услышали громкий стук. После чего, выбежав на улицу, стали очевидцами весьма странной картины. Легковой автомобиль припарковался прямо на лестницах аптеки «Биосфера», что располагается на первом этаже дома. Вчера рабочий день был закончен уже. Мы уже сидели в развозке, услышали какой-то странный звук удара. Я подумал, что это у нас закрывают двери, но оказалось немножко иначе. Мы вышли и получается такая картина. Какой-то парень, не знаю машина какая у него была, не разглядел, темно было. Получается, врезал в биосферу. За ним, по-моему, как я понял, гнались сотрудники ГИБДД. Его повязали, получается, повалили сотрудники органов. Он, как я понял, пытался, наверное, все-таки скрыться от них. Как выяснилось позже, 13 октября сотрудниками УБОП и подразделения специального назначения «Орлан» проводилась отработка по заявлению жительницы Караганды о тяжком преступлении. При задержании автотранспорта с подозреваемым по улице Зональная водитель автомашины «Мазда» совершил наезд на сотрудника специального подразделения «Орлан», который в дальнейшем был госпитализирован в одну из больниц города. В исследовании автомашины с подозреваемым сотрудниками спецназа произвели два предупредительных выстрела в воздух и два по колесам автомашины согласно статье 61 Закона Республики Казахстан о правоохранительной службе для принудительной остановки транспортных средств. Водитель попросту не справился с управлением. Сбив фонарный столб, влетел на бетонно-лестничный марш аптеки. Сейчас виновник задержан. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 379 Уголовного кодекса Республики Казахстан. А сельскохозяйственного тыла празднуют свой профессиональный праздник. В шахтерской столице прошла сельскохозяйственная выставка, где собрались именуемые представители аграрной индустрии со всех регионов Карагандинской области. В праздничный день всех работников и ветеранов сельскохозяйственной промышленности поздравил заместитель Акима области Шагурашид Мамалинов. Наш корреспондент расскажет более подробно. В этот день чествуют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари без выходных дней и отпусков работает на земле, выращивает хлеб и овощи. Представители со всех районов показали все вышесказанные продукции на выставке и рассказали о плодотворном урожае нынешнего года. В нашем регионе очень хорошо развивается животноводство и отрасли выращиваемых продукций. Например, на этот год мы получили больше 200 сантиметров картофеля и 40 гектаров моркови. Выращиваем три сорта качественного картофеля. Набираем хорошие обороты в сфере общей промышленности. Аграрная промышленность Бухаржаусского района на сегодня развивает продуктивность многих из отраслей сельхозпроизводства. За 2015 год регионом было произведено продукции на 19 миллиардов, что и вполне оправдало все поставленные цели. Наш район является одним из ведущих регионов, который активно занимается многими отраслями сельхозпромышленности. Это как животноводство, растеневодство. В этом году мы получили хороший урожай – больше 9 центнеров пшеницы с одного гектара. Это очень хороший показатель по сравнению с прошлым годом. Кроме разных продукций, со всех районов Карагандинской области на выставке приняли участие многие индивидуальные предпринимательства, такие как предприятия «Адмирал», «Эвразиянфудс» и «Шахтерская». За последние годы многие из перечисленных организаций успели доказать свои преимущества на арене мировой ангроиндустрии. Славимся тем, что мы выпускаем свою продукцию. Это молочная продукция на основе кефирных грибков. В этом году мы получили премию «Халк Марк Асека». Это народная марка, которую выбрал наш народ. Сельское хозяйство – одна из главных отраслей экономики любой страны. В зависимости от почвенно-климатических условий, даже самые развитые промышленные страны вкладывают очень большие средства в развитие отечественного сельского хозяйства. Заместитель Акима области в своих словах подчеркнул все качества наших сельхозтоваропроизводителей как самых важных элементов в развивающей экономике страны. От имени Акима области поздравляю вас и в вашем лице всех туженников села области с профессиональным праздником Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодаря большой поддержке, которую президент страны Нурсултан Амишевич Назарбаев оказывает сельскому хозяйству, отрасль продолжает динамично развиваться, укрепляется социальная сфера села, создаются достойные условия жизни сельчан. В этом году последовательная аграрная политика государства позволила Казахстану войти в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы, занять лидирующее положение среди экспортеров муки. В этом есть весомая доля карагандинских мукомолов. С начала года ими экспортировано более 200 тысяч тонн муки. Основные итоги сельскохозяйственного года были продемонстрированы в видеофильме. Сельчане области, несмотря на непростые погодные условия нынешнего года, собрали хороший урожай зерновых и картофеля. Применяя современные технологии, работники агропромышленного комплекса вырастили в нынешнем году хороший урожай зерновых и картофеля, добились высоких показателей в животноводстве и перерабатывающей промышленности. В завершении мероприятия заместитель Акима области наградил нагрудными значками ветеранов и вручил почетные грамоты успешным работникам сельхозиндустрии. В честь праздника тружеников тыла в Творце культуры Горняков состоялся гала-концерт. Гульза Ацахова, Лжас Капасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асталбек Дюсеваев подверг резкой критике социально-экономическое развитие областного центра. Так, по итогам 9 месяцев текущего года индекс физического объема продукции составил 92%. Объем строительных работ – 82,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Асталбек Дюсеваев не был удовлетворен отчетом, который предоставил Аким города Нурлана Убакиров. В городе 22 предприятия остановили свою работу. Городоначальник объяснил это тем, что правительство не поддерживает малые предприятия и предложил заниматься развитием крупных проектов. В малом бизнесе он развивается достаточно неплохо. Есть проблемы и мы принимаем их все. То, что на этих знаковых больших проектах необходимо нам, которые смогли бы как локомотив. Вот сейчас 2,5 тысячи человек, которые в Кефест останавливаются, мы всего 400 человек, которые работают и объемы селиться в Казахстан, их не покрывает. То есть нам нужны большие проекты. То есть малый бизнес, это хватит пока не может. В нашей области на сегодняшний день работа пяти предприятий еле сводят концы с концами. Со слов руководителей предприятий, их затронул кризис, поэтому выполнить годовой план не получилось. То Гефест прекратил свою деятельность и 2500 человек остались без работы. Из них только 400 рабочих были переведены на кремниевый завод. А торговля и вовсе упала на 8,7%. Для государства это является значительной потерей. Вот это нормально, что торговля у них падает, обороты, грузооборот? Это не нормально. Ну вот я вас спрашиваю, это не это промышленность упала, торговля упала, грузооборот упал, строительство упало. Аслабек Дусибаев запретил выделять бюджетные средства на новогоднее оформление города в текущем году. Он отметил, что необходимо использовать прошлогодние элементы оформления, на которые в прошлом году были выделены значительные средства. Диана Рамазанова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Бизнес-леди Караганды представили свою продукцию. Сегодня состоялась конференция женщин-предпринимателей Карагандинской области «Женщины в бизнесе». Поздравить прекрасную половину человечества приехал заместитель Акима области. Подробности в следующем сюжете. Выразить свое уважение и благодарность женщинам-предпринимателям за вклад в развитие бизнеса приехал заместитель Акима Карагандинской области Ануар Ахмеджанов. Отрадно, что женщины принимают активное участие в этом процессе. Даже в таких сугубо мужских отраслях, как машиностроение, у нас присутствуют женщины. На выставке были представлены виды продукции предприятий Карагандинской области, созданных и возглавляемых женщинами. От изобилия товаров глаза разбегались. Мыло ручной работы, украшения, драгоценные камни, вышивки, изделия из натуральной кожи. Женщина в любом деле сможет найти верное решение, уверена председатель общественного объединения «Щибер» Наталья Вшивцева. Помимо общественного и женский бизнес, он развивается стабильно. Не скажу, что это очень быстро происходит, но самое главное – стабильность. Что женщины не опускают руки и неважно, сегодня будет продажа, не будет продажа. Женщины руки не опустят. И я думаю, что выход мы найдем. После выставки состоялась конференция, где были презентованы самые яркие примеры развития женского бизнеса в Карагандинской области. Амина Смакова, Ожас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Всему есть предел. Общественная организация «Совет ветеранов угольного департамента Акционерного общества «Артелор Митал Тимиртау» инициировала письмо Акиму области о неправомерном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые предлагают монополисты. О необходимости обращения к Акиму области ветераны-угольщики доложили представителям 14 ветеранских организаций города, которые собрались в музее Совета ветеранов угольного департамента. Монополисты хотят довести пенсионеров до точки. Нельзя же удерживать на плаву свои предприятия только за счет потребителей. Нельзя выстраивать менеджмент своих компаний, прикрываясь долларовым скачком и повышением цен на товары. Вопрос из плоскости социальной переходит в политический. Система коммунальных владельцев будет прозрачна, обоснована, и народ должен не возмущаться, а участвовать в решении тех проблем, которые сегодня стоят перед нашим государством. Получается так, что президент дает указание, социальную напряженность снижать, учитывать менее. А на местах все это проходит мимо, и каждый делает так, как ему удобно. Борис Николаевич Дю, председатель городского совета по коммунальным вопросам, возмущен, что на общественные слушания по тарифам, которые проводились не так давно, его как специалиста даже не удосужились пригласить. Недоволен он работой и антимонопольного комитета. Этот орган, он себя на настоящий момент вообще поставил в такие условия, что я не знаю. Во-первых, персонал полностью некомпетентен, знает только начальник, начальники меняются. Вот новый начальник пришел с ноября прошлого года. Борис Николаевич рассказал, что тарифы сдерживались до 2006 года, затем произошел резкий скачок. Вода питьевая стоила 54-57 тенге за куб. С 2013 года стоит 110 тенге. Беспрецедентный случай по Казахстану. Теперь тариф предлагают поднять до 141 тенге за кубометр. И так по всем показателям. По теплу сделано хитрее. При прежнем тарифе повысили количество подаваемого тепла на квадратный метр, что тут же сказалось на оплате. Она поднялась на 12%. На обсуждение тарифной политики собрались не просто пенсионеры, а специалисты, которые не один год проработали в сфере коммунальных услуг. Поэтому они не просто возмущаются, а выдвигают конкретные предложения по стабилизации ситуации в сфере платных услуг в системе ЖКХ. Это и возможное объявление моратория на повышение тарифов, привлечение независимых экспертов, возможно смена руководителей предприятий-монополистов. И предлагается на практике применить предложения карагандинских специалистов, одобренные Министерством индустрии и энергетики Республики Казахстан. Мы понимаем, что ситуация экономическая очень сложная, но доводить ее до крайней точки нельзя. Надо учитывать мнение и предложение. У нас есть хорошее предложение. К сожалению, сегодня порядок рассмотрения и утверждения новых тарифов ЖКХ носит формальный характер и превратился в коммерческую тайну для потребителей. По мнению собравшейся, коммунальные платежи просто улетают в некую черную дыру, организованную монополистами. Вот поэтому пенсионеры и подписываются под письмом Акиму области. Сергей Высокосов, Тулегин Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Новые студенты, новые традиции. Накануне в театре имени Станиславского молодые люди собрались, чтобы отметить общий праздник – посвящение в студенты. Поздравить юных учащихся вузов с значимым событием в их жизни приехал глава города Нурлан Албакиров. Диана Рамазанова расскажет более подробно. В театре имени Станиславского яблоку негде упасть. Полсотни молодежи пришли сюда отметить свое посвящение в студенты. Значимое событие для первокурсников началось с небольшой предыстории подготовки праздника. Это многочасовые репетиции, слезы, волнения и переживания. Всю закулисную работу вывели на большой экран. Студенческий билет стал символом праздника для первокурсников. Его внушительный размер превзошел все ожидания зрителей. Разглядеть билет можно было как сблизи, так и издалека. Важный документ студентам вручил глава города Нурлана Албакиров. Яркое шоу создавали более ста человек из пяти вузов города. Почти все участники мастерски владели актерскими навыками. Доказательством тому была улыбка зрителей и теплая атмосфера в зале. Поздравить студентов с посвящением пришла участница шоу «Казахстан-даусы» Сана Муканова. Посвящение студентам – это прежде всего праздник сплоченности и духа. Именно здесь по традиции студенты заводят новые знакомства и обретают друзей. Вообще настроение прям шикарное, потому что почаще бы устраивали именно такие вот мероприятия. Это сближает другие университеты, получается, тут между собой они общаются, как-никак становятся друзьями, потом уже, ну, я вижу хорошее будущее в этом. Креативная подача, жизнерадостные участники и оригинальные ведущие сделали праздник незабываемым. И все это было постановлено под чутким руководством организатора Биржана Алимжанова. Это мероприятие проводится третий год подряд, но в этом году сам подход, в целом концепция мероприятия, она отличается от предыдущего. Диана Рамазанова, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. История нашего государства на холстах. Художники со всей страны представили, при внимании у зрителей, более 60 работ о культуре, традициях и великих людях Казахстана. Все желающие могут посетить выставку до 22 ноября, которая проходит в областном музее изобразительного искусства. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и многие другие виды творчества из фондов музея представили на открытии выставки. Мероприятие прошло в виде урока для учащихся Общеобразовательной школы номер 36. Все работы показывают героев и историю нашего государства. Сегодня мы представляем выставку, которая посвящается Дню Первого Президента Республики Казахстан и Дню Независимости Республики Казахстан. Цель этой выставки – это, конечно, патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Подрастающее поколение, как выяснилось, интересуется не только современными гаджетами. Ребятам очень понравилась выставка. Школьники с интересом рассматривали произведения искусства. Также ученики музыкальной школы выступили перед зрителями. Мне нравятся разные картины, нравится, как тут все красиво, и что мы тут выступаем, нравится. Патриотическое воспитание молодежи – залог процветающего государства. На открытии выставки дети играли на национальных музыкальных инструментах, танцевали и пели песни на родном языке. Лариса Кусына, Важнослав Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Приглашаем вас посетить сельскохозяйственную ярмарку «Аулбереке-2015», которая состоится в эту субботу, 14 ноября. Ярмарка будет проходить по адресу город Караганда, улица Олимпийская. В ней будут реализовываться сельскохозяйственные продукты на 10-15% ниже рыночных цен. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Приятных вам выходных. И Хаман Сау-Волмстар. Редактор субтитров А.Семкин